И всем привет ребят, с вами Starvike, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы рассмотрим один очень интересный корпус, который наконец-таки привели в баланс, наконец-таки ему вернули прежнюю мощь и наконец-таки его овердрайв работает идеально четко, скатаем каточку на этом шикарнейшем, моем самом любимом корпусе. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики и вы хотите, чтобы было больше у нас видосов игрового формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте Q, установите ему личный так-так-темпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего сегодняшнего корпуса, то это корпус конечно же ARES, овердрайв которого стал наконец-таки работать так, как он должен был работать уже давным-давно, но никак его не могли добалансить и не могли сделать из него нормальный овердрайв, был жесткий, рассинхронный, он не работал адекватно. Ну а сейчас этот корпус уже работает просто идеально, и я покатав, ну наверное где-то катки 3-4, понял, что это ну прям вот насколько кайф, когда работает этот корпус идеально, когда ничего не проблемно не работает, когда вот ты просто чокенько даешь оудишечку, и эта оудишечка моментально либо хилит тиммейтов, либо уничтожает сразу моментально противника, и прям вот на душе, знаете, так спокойно стало, приятно и четко, и поэтому давайте попробуем реализовать сейчас этот замечательный, этот замечательный ARES, Сейчас запикиваюсь я конечно на песочницу, где на дальности с громом я не поиграю, но в принципе ничего страшного, пока что у нас переодевалку еще в матчмейкинге не отключили, соответственно переодеться в рамках такой катки я еще смогу, так что быстро сейчас улетим на респ, и я думаю, что можем переодеться. Со мной запикивается обладатель, к слову, трофея, на страйкера и на паладина, наваливает тут контентика он уже жесткого на страйкерочке, ну второго страйкера наверное брать не будем, чтобы не было тут тоже так много приколов, так, ну я так понимаю, что противник здесь особо играть не будет, Поэтому сейчас будет какая-то турбокаточка в одну калитку, ну в принципе как сейчас всегда в матчмейкинге и происходит, когда противники запикиваются в бой и видят, что их команду жестко уносят в салатик, они просто начинают ливать, это уже дефолт нашего матчмейкинга и сейчас он работает так всегда, просто всегда, постоянно так работает наш замечательный матчмейкинг. Так, а может мне просто лучше перепикнуть катку? Я вот сейчас думаю, может лучше перепикнуть, потому что тут, ну прям вообще будет мясная, прям будет вообще мясная, ну либо противник запикается, который будет играть, хотя шансов мало, что тут какой-то противник, который будет играть. Ну ладно, давайте понадеемся, что будет противник, который все-таки останется в игре, но вопрос реализации моего овердрайва, здесь просто 6 на 6 бой, если противник еще и ливает, то как будто бы овердрайв тут некуда реализовывать. Ладно, давайте лучше перепикнем, тут явно уже катка такая прям супер легкая, хочу запикаться в какую-нибудь карту, где будет либо большая карта, чтобы грома на дальность реализовать, либо карта, где будут хотя бы противники нормальные, чтобы реализация моего вооружения была нормальной. Опачки, вот это шикарная карта, шикарная карта для грома на дальность, ну и для реализации моего шарика, в принципе, наверное, она тоже подходит, главное находить оппонентов и посмотрим заодно, как эти шары будут четенько залетать. Так, громчик на дальность точно тут будет работать, все-таки на такой здоровенной карте у меня в этом плане проблем не будет. Так, ну и по джаггеру, в принципе, мы тоже можем кидать. По джаггеру науту можем тоже кидать урончик. Так, ну пока выглядит неплохо по урону, резистов, я так понимаю, грома нету, да, резов нет. Один рез всего лишь, поэтому можем накидывать. Можем накидывать плотненький демидж, 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 демидж и от стенок, и от стенок с плэшом тоже можем. Отлично, по полторушечки, вкусно, отлично, по полторушечки, добавочка, отлично. Первый джаггер наут на респе, у нас получается здесь 15 джаггеров. Потихонечку будем накидывать, будем накидывать дамажечку, так. Так, у нас падайла какая-то жесткая происходит от оппонентов. Так, шафты тут уже целятся. Понятно. Ага. Так, и страйкер тут по мне накидывает. Но от страйкера у меня резист есть. С страйкера рез есть, поэтому, в принципе, нормально. Будем пробовать на накидочку играть. На плотненькую накидочку. От шафта, не знаю, мне резисты, не стоит, вроде не стоит. Не стоит. Так, это что такое? Что-то смока приехало уже в наш респе. Так, накидочка по двум оппонентам. Отлично. Отлично. И добавить. И добавить он на лоу. Отлично, супер. Так, 2-0 ведем. 2-0 уже ведем. Так, по-хорошему нам бы сейчас бы овердрайв дождаться и оудишечку накидать. Накинуть хороший оуди. 3-0. Отлично. Джаггеры просто улетают в салатик. Пока что катка у нас работает идеально. Аль-Но. Тоже можно дать дамажечки. Так, ну и здесь по джаггернауту. Салат тоже, по мне, целится. По джаггеру. У джаггера есть резист. Под громад. Но ему этот все равно не помогает. Так, появляется у нас овердрайв. Появляется у нас овердрайв. И хочется его реализовать куда-нибудь по джаггернауту. Чтобы шарелла залетела прям так максимально приятно. Давайте, например, вот так прожмем. В надежде, что джаггернаут останется плюс-минус на патронке. Харик летит. Сейчас посмотрим, заодно зацепит кого-то, не зацепит. Да, ну вот видите. Вот срабатывание шара просто моментальное. Вы видите, что такое шар, который срабатывает моментально. Если бы сейчас был бы старый шар, он бы не нанес вообще никакого урона. Да, я, конечно, не сделал сейчас ни одного килла с овердрайва. Но, в целом, если сравнить его со старым шаром, который был у нас раньше в игре, то со старого шара бы я бы не нанес вообще даже 20 урона. Потому что он срабатывал бы только тогда, когда там перелет идет через всю карту. То есть, при перелете через всю карту, тогда бы только срабатывал бы овердрайв. Так, мы можем, кстати, сейчас резист поменять. Я смотрю, там три. Три страйки. О, этих. Три, как они называются? Скорпиона. Три скорпиончика. Скорпиончики тут по мне сводятся. Шафты есть. Там мы тоже, в принципе, можем взять резист. Там он резист. Что мы еще можем взять? Магнум. И магнум. Стол. Так. Шафт у меня стоит. Карпидон. Идеальный резист. Так, ну и, кстати, где это обнова? Когда говорили, что моментально будет срабатывать... Моментально будет срабатывать... Переодевалка при заходе в гараж. Почему-то она не срабатывает. Почему-то она все равно не срабатывает. Хотя говорили, что... Кстати, тут залетает даже через стены. Все равно, если раскручивается, то залетает какая-то часть. Эта часть даже через стенку залетает. Так, пытаемся здесь накинуть по джаггеру. Дополнительный урон. Вот сейчас бы туда бы овердрайв, бы ареса. Идеально было бы. Удишечку аресика идеально бы лепить. Был. Привод. Что же, в чем хигмся? Там купол у нас поставили. Пытка спрятая. Я так понимаю. Компонентов. Голову залетает. Нормально под стеночкой спокойненько остановимся. Проблем. Хотя нет, без проблем. Все равно через верх залетают почему-то снаряды. Не понимаю, как это работает. Ну, с раскрутки, я так понимаю. С раскруточки. Так, 7-3, ребятки, ведем. Неплохо. Неплохой счет. Для того, чтобы выиграть эту каточку, нам надо просто постараться еще покидать домашку. Покидать урончик по джаггернауту. Урончика залетает прям очень хорошее количество. Опять ко мне хуст по дейлам. И отлично. Респим еще одного джаггера. Хоть у меня и 13 киллов, но чисто на джаггернаута, если играть, то накидочка прям, ну, идеально вкусная залетает. Прям идеально. Так, сейчас попробуем еще отыграть через верх. И прожать овердрайв нам надо. Через верх на прожатие у фишечки. Вот так вот. Запускаем. Такую штреллу запускаем. Подход ноги. Заодно посмотрим, как у нас сейчас она будет раздавать урончика. Ой-ой-ой, хорошо, 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 хорошо пошло. О, добавочка сверху и сразу на респаунчик. И сразу на респаунчик. Блин, какого мне джаггера дают? Вы че? На приколе. Зачем мне тот джаггернаут? Ладно. Когда мне дают джаггернаут. Я могу показать, как надо с джаггером играть. Это уже, если что, профессионализм. Показываю, как это делается. Делается это плюс-принус вот так. Так вот играют профессионально на джаггернаутах. Ну и быстро размен джаггера происходит. В принципе, неплохая тема. Разменять джаггернаута на уничтожение вражеского. Плюс ты как бы не стоишь мясом. И ты как бы приносишь пользу. Очевидно, ты приносишь пользу. Даже тем, что ты быстро слился. Так, пытаемся быстро накинуть по джаггеру. Вражескому. Сейчас Вадейла мне в голову летит. Вес воды я вонюю. Здесь просто скорпионы стоят, сводятся только. Только сводятся. Джаггер просто катается. Ну вот лучше упороться сразу у джаггера, да? И слить его. Вот так вот просто покататься и слиться. Ничего не сделав. Очевидно. 18 киллов у меня. 730 очков. Практически на 1000, я думаю, что можно здесь выйти. Может даже больше. Можно попробовать заработать. Идочку можно оформить какую-то интересненькую. По оппонентам. Так, есть. Распикает. Отлично. Джаггер. По джаггеру прям очень некий полетит. Джаггер уже открывается. Накидочка дополнительная. Накидочка дополнительная. От стены. От стены, кстати, есть урон? Хватает мне. От стены. Нет, к сожалению, не хватает. Настояние. Хотя, если честно, думаю, что хватит. От дистанции он. Чтобы кидать. Ромажечку. Ну, ладно. Хватает мне. К сожалению. И вот с этим не подел. Так. Три минутки у нас до конца боя. 11.7 по джаггернаутам. Наши джаггеры что-то начали сливаться. Урончика по вражескому джаггеру отлично. И накидать. Попробуем сделать досрочку. В рамках этого боя. В целом, наверное, можно. Попробовать. Оформить. Все, срочный бой. Сейчас джаггернаут у нас появляется. Кинуть еще как минимум один овердрайв у меня будет. Как минимум одну овердрайву. Пушечку сядем. Среггер пытается по мне попасть. Срегатненько распикиваем. Ставим все овердрайвом. Ну и... При овердрайве сразу... Противника заставим уехать с позиционки, наверное. Карп, потому что сейчас... Работает просто прекрасно. Так только главное... Шареллу... Пасать. Так, Шарелла пошла. Противник открывается. Да, 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 да. Даже в таком случае работает. Отлично. И как будто ширина шара стала тоже больше. У меня есть такое ощущение. Как будто ширина теперь шарика работает тоже намного лучше, чем это было раньше. Есть у меня такое ощущение. Потому что, ну... Прям идеально работает шар. Просто идеально. То есть это вот то, что... За что я любил арес. За возможность... Наносить супер урон. И вообще не испытывать никаких проблем со своим овердрайвом. Ну а то, что было с ним в последнее время, вы в принципе сами все видели. И если смотрели за турнирами еще... То в целом вы видели, как ситуация у нас... В этом плане обстояло. Ну и я рад. Наконец-таки и в турнирах тоже... Торы станут... Более скиллозависимым овердрайвом, нежели рандомным овердрайвом. Потому что рандомность была в последнее время очень большая. За счет того, что овердрайв мог либо раскрыться широко на дистанции большой. Либо с уже с маленькой дистанции начинал наноситься урон. Да, то есть, ну там... Очень много всяких вот таких вот рандомных моментов. Которые непонятно как работали. Ну и благо... Благо это все дело наконец-таки пофиксит. По две сводки, по три сводки летит мне просто в головешку. У нас столько сводок. Карта Скорпиона называют. Росткая карта Скорпиона. Так, ну тут по вражескому джаггеру уже ничего не накидать. Стоит закрыто. Ну и эта карточка заканчивается нашей победой. 13 киллов. По джаггеру мы оформили. И 24 вражеского джаггернаута мы слили. Считаю, что это шикарнейшая карта. Ну и в целом реализация ресса. Я 100% уверен, что на сегодняшний момент времени для меня... Для меня это лучший корпус в игре. Это 100% для меня лучший корпус в игре. Это корпус, на котором максимально приятно играть. И корпус, который можно использовать практически под все вооружения. Ну за исключением, наверное, каких-то ближнебоек. И можно давать прям плотного контентика. Пишите, что вы думаете по поводу ареса. Как вам этот корпус после его возвращения, можно так сказать. Играете на нем? Нравится ли он вам? Пишите все свои мысли. Пишите, какие вооружения вы бы хотели увидеть на обзор в ближайшее время. У меня, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Поддержите видос лайком. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok